Добрый день, тема лекции менингококковой инфекции, редкая патология, раз в 1-2 месяца приходится в нашей клинике встречаться с пациентами. Заболевание, при котором врач-инфекционист должен проявить себя с лучшей стороны. Распространенность менингококковой инфекции и менингококкового носительства. Очень большая работа была проведена, суммировали результаты 110 исследований в европейских странах существленных. И в 2010 году в журнале «Ланцет инфекционные болезни» были опубликованы сведения о носительстве менингококковой среди здоровой популяции. Оказалось, что имеет зависимость от возраста. В возрасте около одного года число носителей менингококка среди здоровых детей составляет 5%, затем постепенно увеличивается, достигая максимума к 19 годам. Каждый третий подросток 19-летний носоглотки содержит менингококок. При этом никаких проявлений болезни нет. И затем постепенно уменьшается процент здоровых носителей менингококка в возрасте 50 лет составляет 7-8%. Условно получается, что в экономически развитых европейских странах каждый десятый взрослый житель носоглотки своей содержит менингококки. Здесь на электронной фотографии табиоптат слизистые носоглотки показаны менингококки. Менингококки в виде скоплений шарообразных, живущие среди клеток слизистой оболочки глотки. Носительство, здоровое носительство, по мнению наших специалистов, здоровое носительство транзиторное, от нескольких недель до нескольких месяцев, затем происходит санация, но по всей видимости санация ненадолго, через 2-3 года, через несколько лет, повторно носоглотка заселяется менингококком. Кстати, процент носительства периодически увеличивается. Весенне-зимнее время процент носительства гораздо больше, а в случае выявления больных генерализованных по менингококке, оказывается, что в окружении носительство составляет 90-100 процентов. В ситуации, что выявленный в студенческом общежитии больной с менингококкой цемей, менингококку и менингитом начинают обследовать проживающих в том же общежитии, и все являются носителями менингококкой. Структура бактерий Структура бактерий Гран-отрицательная Характеризуется наличием липополисахаридной капсулы И по этой липополисахаридной капсулы выделяют несколько серогруп менингококка Серогрупы менингококка А, Б, С, В, Х, И, У Это серогрупы, вызывающие инвазивные формы, генерализованные формы менингококковой инфекции, имеющие термическое значение, и вакцины, разработанные вакцины, направленные на конкретные серогруппы. То есть доступная поливалентная вакцина активна в отношении серогруппы А, С, В, и Х, И, распространена в России И несколько лет назад разработанные вакцины против группы Б, дополнительные, она тоже появляется на нашем рынке Показания вакцинации, они не поголовны, так скажем Заболеваемость Регистрируемая заболеваемость менингококковой инфекции в Российской Федерации Постепенно уменьшается число выявляемых случаев менингококковой инфекции Здесь, на графике с 2006 года, заболеваемость снизилась в три раза На 2015 год, последние данные, уровень заболеваемости составляет от 0,67 на 100 тысяч населения По докладу государственному о здоровье населения в 2015 году Основные цифры, приведенные за 2015 год 981 случай менингококковой инфекции Диагностированы преимущественно дети, 686 В основном это генерализованные формы, 90% Локализованные формы, это выявление нацифарингита в окружении больных менингококковой инфекции А среди детей, преимущественно дети первых двух лет жизни И высокая летальность Обратите внимание, в 2015 год, 981 случай заболевания, 137 летальных исходов Получается, каждый девятый, каждый десятый заболевший заболевание заканчивается летально При том, что менингококковая инфекция очень хорошо поддаётся антибактериальной терапии И, по сути, вся летальность связана с поздним началом лечения Из умерших 137 летальных исходов, из них 94 ребёнка до 17 лет Сообщается о том, что летальные исходы 63%, больше половины летальных исходов Развитие заболеваний в первые сутки погибли Досуточная летальность в результате униеносной формы менингококковой инфекции В 2016 году, вернее, за 2016 год, за январь, декабрь 2016 года Свод на данный день, доклад ещё не подготовлено российским Предварительно за январь, декабрь 2016 года Было отмечено снижение заболеваемости менингококковой инфекции на 24% То есть ещё, ещё меньше больных Вот это затишье вполне может закончиться всплеском Всплеском подъёма заболеваемости Среди диагностированных форм менингококковой инфекции Около 50% приходится на менингит Около 30% приходится на менингококковый сепсис Менингококковой инфекции Около 20% это сочетание сепсиса с менингитом И прочие формы 10% преобладают в основном на зафарингит И редко у нас диагностируется менингококковая пневмония У каждого десятого заболевшая менингококковая инфекция составляет в структуре У нас вообще бактериологическая диагностика пневмонии поставлена плохо Если бы наши пневмонии хорошо диагностировали в лаборатории Может быть и в России было бы большое число менингококковых пневмоний По менингококковой инфекции разработаны нормативные документы российские Это клинические рекомендации и санитарные правила Клинические рекомендации Мы говорили о том, что размещены на сайте Минздрава Российской Федерации В разделе Федеральная электронная медицинская библиотека В течение последних нескольких недель Федеральная библиотека загрязнена вирусами Почему-то администраторы сайта Минздрава не обращают на это внимание Можно, конечно, снять защиту компьютера, открыть, я бы не советовал Поэтому обратите внимание адреса, по которым помимо Федеральной библиотеки Можно получить клинические рекомендации Национальное научное общество инфекционистов На сайте организации представлены рекомендации Менингококковой инфекции у взрослых минингитов Менингококковой инфекции у взрослых минингитов И на сайте научно-исследовательского института детских инфекций По адресу представленного на своем Протокол лечения детей больных менингококковой инфекцией Кроме того, санитарные правила 2009 года Профилактика менингококковой инфекции К нашим российским документам мы еще вернемся Начать я хотел с Департамента здравоохранения США Раздел «Клинические ресурсы», «Клинические рекомендации» Ресурс по адресу, представленному на слайде Обратите внимание, в США приняты клинические рекомендации Поведения инфекции менингококковой болезни Подготовлены испанскими докторами Подготовлены в Испании в 2013 году Там большое количество европейских и американских специалистов Принимало участие в подготовке этих рекомендаций Они пришли на смену рекомендаций 2010 года Рекомендации британских То есть медиканцы сами для себя не разрабатывают А принимают европейские протоколы лечения Хотя заболеваемость менингококковой инфекции У них примерно такая же, как у нас в России Это при том, что вакцинация проводится достаточно давно Вакцинации и против серогруппы В Вся вакцинация позволила снизить заболеваемость в полтора-два раза Не избавиться от проблемы этой патологии Итак, чем хороши практические рекомендации зарубежные Очень подробно представлен раздел Диагностика инвазивной менингококковой инфекции Термин инвазивной менингококковой инфекции Наравнозначен тому, что применяем мы Генерализованные формы менингококковой инфекции То есть это либо менингокококковой инфекции Либо менингит Часть текста переведена дословно Как представлена диагностика Первое подчеркивается, что врач должен быть подготовлен К диагностике и лечению инвазивной формы менингококковой инфекции Изболевание настолько редко, если работаешь не в крупной больнице Вполне может оказаться, что раз в несколько лет Может быть раз в 10 лет врач столкнется с больным А ведение пациента требует очень оперативных действий Так и врач должен быть подготовлен Диагностик к лечению нерализованной формы менингококковой инфекции Основные диагностические критерии При наличии геморрагической сыпи и симптомы белого пятна Более 2 секунд Следует предположить о инвазивной форме менингококковой инфекции И обеспечить экстренную терапию Это просто получается наизусть Для врачей, занятых лечебной работой Геморрагическая сыпь Любые элементы геморрагической сыпи В сочетании с симптомами белого пятна Более 2 секунд Необходимо вспомнить об этом заболевании Перечисляются симптомы Любой из перечисленных ниже симптомов Должен настораживать врача О возможности генерализованной формы менингококковой инфекции Любой симптом Должна быть настороженность Геморрагическая сыпь Симптом белого пятна Более 2 секунд Если они сочетаются То не просто настороженность А терапия Должна решаться опроса терапии Третье Ненормальная окраска кожных покровов Бледность, нос, мраморность, землистость Четвертое Угнетенный уровень сознания Пятое Боль в конечностях Еще очень характерный признак Менингококковой инфекции Первые часы Лихорадочное состояние Жалобы на ломящие боли На интенсивные боли В ногах Дети не поднимаются Не ходят из-за боли Следующее Холодные киски Стопы Далее Лихорадка Температура более 38 градусов Головная боль Ригидность шеи Свет и болезнь Это тоже Наизусть Должно запоминаться Что любой из этих симптомов Возможно Надо думать о Возможности Менингококковой инфекции По сути получается Что любой охранящий пациент Вероятность болезни Должна учитываться Далее Подтексты Подчеркивают Необходимо помнить О возможности Генерализованной формы Менингококковой инфекции При осмотре пациента С любым острым Лихорадочным заболеванием Так как В первые 4-6 часов развития Генерализованная форма Менингококковой инфекции Может проявляться Неспецифическими симптомами Первые часы развития Заболевания Неспецифические симптомы Лихорадка Сонливость Раздражительность Отказ от еды Тошнота Рвоты Симптомы ОРЗ Диарея Абдиминальная боль В зарубежных учебниках По инфекционным болезням По внутренним болезням Скорая помощь В разделах Касающихся Острых и храдочных заболеваний В первую очередь Грипп ОРЗ Обычно на полях Выносит Такой Блок Не упустите Не забудьте Не забудьте О Менингококковой инфекции Следующее При первичном осмотре Больного ребенка Следует помнить Что при нетяжелых Лихорадочных заболеваниях Крайне редко встречаются Такие симптомы Как боль в ногах Затормошенность Регидность шеи Светы боец Боль в ног Боль в ногах Необходим Необходимо помнить Что генерализованная Форма Ниндококковой инфекции Быстро прогрессирует И Симптомы Изменяются В течение Короткого Периода Время И поэтому Пациент С неспецифическими Симптомами У которого Невозможно Исключить Ниндокококковую инфекцию Должен быть Повторно осмотрен Через короткий Период Время Оказывается Часы Не конкретно Сколько часов Но Вообще Желательно Не позднее Чем через 1-1,5 часа Повторно осмотреть Пациента Кроме того Врач Должен проинформировать Родственников Больного О необходимости Экстренного Обращения При прогрессировании Сыпи И Или Ухудшения Состояния При этом Врач должен быть Уверен в надежности Ухаживающей За пациентом И В доступности Экстренного Обращения Тут Имеется Ввиду Ситуация Первые сутки Болезни Высокая лихорадка Симптомы ОРС Интоксикация Эдничные Элементы Сыпи Пятнистые Резорезные Популезные Миндокруковые Сыпь Первые часы Необязательно Имеет Эморологический характер Есть сомнения Даже 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 В этом Случае Сам Пациент Ухаживающий Ухаживающий За пациентом Должен быть Проинформирован О том Что Если Сыпь Будет Ухудшаться Не Ждать Приезда Скорой Помощи А Обращаться Лично К Вам К Как К Врачу Осмотревшему Первичное Больное В том Случае Если Если Есть Перечисленные В первом Слайде Симпомы Напоминаю Геморрагическое Сы Белое Пятно Ненормальная Краска Уметенный Уровень сознания Боль в конечностях Холодные Кисти Стопы Лихорадка Головная Цветы Боязнь Ригидность Пусть даже Все это Слабо выражено Пусть Единичным Варианте Симптом Представлен Терапия Не должна Откладываться В ожидании Повторного Осмотра Ряд Ряд Вопросов Клинических Представлен В рекомендациях Международных Подготовленных Испанскими Врачами Виде Вопросы И Ответы На эти Вопросы На такой Вопрос Поставлю Могут ли Обычные Лабораторные Тесты Подтвердить Или Исключить Генерализованной Формой Инфекции У больного Ребенка С Рекомендации У Ребенка С Рекомендацией Белого Ребенка Белого Ребенка Кожи Кожи Нормальной Окраски Есть Едничные Эпитехи Лихорадка И Проведены Исследования Следует Начать Специфическую Терапию Немедленно Если Определены Повышенный Уровень ЦРБ И Лейкоцитоз Особенно Нейтрофильные Так как Они свидетельствуют Высоком Риске Генерализованной Миндококковой Второе Указание Следует Помнить Что Хотя Генерализованная Миндококковая Инфекция Маловероятна При нормальном уровне ЦРБ Лейкоцитов Эти параметры Могут быть в норме В ранние сроки болезни Или При ее особо тяжелом течении По Лейкоцитам Признак тяжелого течения Лейкопения Вообще Уровень лейкоцитов Ниже 4-4,5 Для больных Миндококковой Инфекцией Показатель Настораживающий Опасный Третье Ребенок Петерхия И Лихорадка Оценивайте Состояние Больного Не реже одного раза в час В первые 4-6 часов Наблюдения А Состояние больного Хотя бы По таким признакам Как Уровень сознания Частота Дыхания Гемодинамика Диурез Симптом белого пятна И пульсоксиметрия Далее Если Предположение О Генерализованной Форме Миндококковой Инфекции Сохраняется Начинайте Антибактериальную терапию Госпитализируйте Пациент Если После 4-6 часов Наблюдения Вероятность Генерализованной Миндококковой Инфекции Исключена Следует Предупредить Пациент Предупредить Родителей Больного Ребенка О необходимости Повторного Обращения При ухудшении Например При появлении Новых элементов Сыпи При угнетении Сознания Сонливости Раздражительности И других признаков Несколько Картинок Первые элементы Сыпи Ноги Коленная Область Лихорадящий Ребенок Дошкольник Заболевания Даже При Проведении Антибактериальной Терапии Прогрессировало Несколько Часов А первые Элементы Сыпи Могут быть Такого Характера Здесь Уже Есть Геморрагические Высыпания Геморрагический Характер Сыпи Не Бледнеющая Сыпь Проверяется Прикладыванием Стеклянного Стакана То есть Это Может быть Дано Как инструкция Если Обращаются По телефону На Скорую Помощь Говоря О том Что Высокой Температуры Сыпь Обычный Совет Проверьте Исчезает ли Сыпь При Надавливании На Кожи Бледнеет ли Надавливание Если Говорят Что Не Бледнеет Отправлять Пациенту Надо Не Просто Бригаду Фельдшера А Ленин Сон Бригаду Фельдшера Та же Самая Проба Не Бледнеющая Геморрагия В Кинемуктиве Так же Признак Сыпь Может быть Обильная Напоминающая Китсиозы Без Лечения Распространяется 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 По Симу туловищу Появляется На лице Нехороший Прогностический Признак Это уже поздние сроки В Поздные сроки Хотя Появление Первых элементов Прошло 4-5 часов С Появлением некрозов В центре высыпания В центре Во В центре В центре В центре После перенесенной мегакокковой инфекции, которую можно было остановить в первые часы назначения мегакокковой терапии. Ну и там, где позднее поступление, лечение в очень неэффективной связи, чаще всего в связи с развившимся некрозом наточников, в результате их тромбоза и кровоизлияния. И так, возвращаемся к нашим клиническим рекомендациям. Клинические рекомендации 2014-2015 год. То, что касается, что написано для взрослых, там недостаточно подробная представленная терапия, очень осторожно. А педиатры российские в 2015 году, наконец-то через 20 лет после того, как были приняты международные рекомендации введения в больнице мегакокковой инфекции, даже не 20, с начала 90-х годов, 91-92 года, тактика введения мегакокковой инфекции международной отличалась от принятой в Российской Федерации, от рекомендации 98-го года приказа и традиционных подходов. В 2015 году в нашем протоколе, наконец-то, представили правильный метод лечения больных мегакокковой инфекции генерализованной. По основному тексту, классификация, российская классификация мегакокковой инфекции. Лапализованные и генерализованы редкие формы. Лапализованные формы. Мегакококоносительственные. Как заболевание расцениваться не должно. У каждого десятого, сказали, сядь с улицы 10 человек, можно найти одного носителя. Лапализованные формы острого назофарингит. Назофарингит устанавливается при обследовании в очагах генерализованных форм, если есть признаки воспаления слизистой носоглотки и высев менингококкин. Генерализованные формы. Менингококковый сепсис, менингококцемия, менингит. Менингоэнцефалит в российской классификации выделяют, но менингоэнцефалит при менингококковой инфекции, при менингококковой менингите, не развивается. То, что мы называем менингоэнцефалитом, это менингит, протекающий с выраженным отеком головного мозга. А смешанные формы сочетания менингит и менингококцемия. К редким формам по нашей классификации относят эндокардит, артрит, менингококковый артрит, менингококковая пневмония, менингококковый иридоциклит. Вот здесь насчет артрита эндокардита я упустил менингокококцемия, хроническая форма менингокококковая пневмония, относительно редкое состояние. Это не лечено антибиотиками пациенты, бактериемия не всегда приводит в клинике тяжелого сепсиса. Менингокококковая пневмония может протекать в виде умеренной эндокарадки, субфибрилитета, несколько дней. А субфибрилитет затем ремиссия, затем снова повышается температура тела, так волнообразно. И на второй, третий подъем температуры тела присоединятся могут признаки эндокардита инфекционного и признаки артрита. Насначение стандартных антибиотиков, даже обычный амоксицелин, амоксиклав, по поводу лихорадочного заболевания. Тем более, если сделать обычный анализ на ЦРБ, определить соя, будут признаки воспалительного процесса. Если провести обычную антибактериальную терапию, хроническая форминингококковая инфекция должна купироваться. Основные синдромы, опорные диагностические признаки для конкретных форминингококковой инфекции, определенные в наших рекомендациях российских. Во-первых, инкубационный период до 10 дней, в эти сроки развития у контактных. Амингококковый, назофарингит, два синдрома, общий инфекционный. Субфибрилитет, три-пять дней, несначительные симптомы интоксикации. А назофарингит абсолютно ничем не отличается от других острых респираторных заболеваний. Начавшись как назофарингит, если пациент остается без антибактериальной терапии, скорее всего, заканчивается выздоровлением. Но если нет антибактериальной терапии, можно приобрести характер хронической формы мингокококцемии. Мингококковый сепсис, мингококцемия, два синдрома, общий инфекционный и синдром экзантемы. Общий инфекционный синдром. Внезапное начало заболевания с подъема температуры до 38-40 градусов. Озноб у детей, вялость и раздражительность, расстройство сна, общая мышечная слабость, апатия, расстройство аппетита, боли в мышцах, суставах, головная боль рвота, могут быть боли в животе и боли в ногах. Еще раз, на боли в ногах, здесь наши рекомендации не очень фиксируются. Боли в ногах, обратите внимание. Характерная ригидность температуры к введению антиперетиков. Прагностически неблагоприятный признак. Снижение температуры тела после подъема кратковременного до нормальных, субнормальных цифр. Это свидетельство глубоких нарушений гемогенамики. Свидетельство развития септического шока. Синдром экзантемы. В начале заболевания сыпь с первых часов может быть геморрагической, но чаще первые элементы экзоалезные, либо пятнистопопулезные. Расценивается иногда пациентам, родителям больного ребенка, как аллергической реакцией на ее препараты. В течение нескольких часов после появления первых элементов сыпь приобретает геморрагический характер различного размера и формы. Распространяет сыпь, приобретает звездочный характер, склонный к слиянию. Наиболее характерна локализация ягодицы, задняя поверхность бедер, голени, веки, склеры и при тяжелой форме болезни лицо. Менингококковый менингит. Три синдрома представлены в наших рекомендациях. Общий инфекционный синдром менингит, менингиальный синдром, синдром воспалительных изменений в церебральной, церво-спинальной жидкости. Конечно, комментарий, менингиальный синдром, синдром менингита – это сочетание менингерных симптомов с воспалительными изменениями в ликворе. Общий инфекционный синдром премиинга, кокковый менингит. Острое, иногда внезапное начало заболевания, гипертермия, озноб, потливость, вялость, раздражительность, расстройство сна, общая мышечная слабость, апатия, расстройство аппетита. Физикально может отмечаться, здесь написано, приглушенный станов сердца, изменение частоты пульса, неустойчивость давления, небольшое увеличение печени. Неустойчивость давления обычно проявляется наклонностью к артериальной гипертензии. артериальной гипертензии необходимы для компенсации церепрального перфузионного давления. Менингерный синдром рассматривается как общемозговые и собственные менингерные симптомы. Общемозговые симптомы интенсивная, распирающего характера головная боль, гиперэстезия, повторная рвота, нарушение поведения, сознание. Для детей грудного возраста характерно резкое беспокойство, пронзительно немотивированный мозговой крик, тремор рук, подбородка, обильные срыгивания, гиперэстезия, запрокидывание головы к саде, возможно, убухание большого ремнячка, вплоть до расхождения сегитарного коронарного швов, расширение венозной сети, при нелеченном менингите возможно развитие гипотензии внутри, черепной сменившей отек мозга и западение ремнячка, то, что называют развитие вентрикулита обычно у детей, там, где лечение проводилось неверно или вообще не проводилось. Для детей старшего возраста сильная и распирающая головная боль к типичным симптомам повторной рвоты фонтаном, не связанной с пилой пищей, особенно в утренние часы или ночью, характерна общая гиперэстезия. Нарушение сознания характеризуется сменой периодов возбуждения в начале заболевания, затем обгушение, сопр и коматозное состояние. В 30-40% случаев первые сутки от начала заболевания отмечается развитием судорог, которые могут быть кратковременными, связанными с повышением температуры тела фибрильными, могут быть устойчивыми, стойкими, рефрактерными, связанными с отеками головного мозга. Менингиальные симптомы. Менингиальные симптомы наиболее постоянные ригидность мышц шеи, ригидность шеи, нас называют ригидность мышц затылка, менингиальные Все остальное гораздо реже тоже развитие и Кернига, и Брунзинского, и менингиальные позы. Это запущенные случаи заболевания. Изменения ликвы. Третий симптомокомплекс, характеризующий менингококковый менингит. Синдром воспалительных изменений цереброспинальной жидкости. Нитрофильный лиоцитоз, повышение белка, пишут положительные реакции пандинона, апельта, не делаем давно эти реакции. Снижение уровня глюкозы в ликвы, снижение коэффициента глюкозы в ликвы, глюкозы в сыворотке крови. Вы знаете, что нормальное содержание глюкозы в ликвы составляет половину уровня глюкозы крови, поэтому для оценки ликвырологической уровня сахара требуется одновременное определение и в крови, и в ликвыре. Снижение уровня глюкозы характерно для всех бактериальных менингитов и сейчас много менингитов грибковых у ВИЧ-инфицированных. Там также характерно заметное снижение уровня глюкозы вплоть до неопределяемости. Менингококковый менингенцефалит в российской медицинской литературе представляется как сочетание общеинфекционного менингерного синдрома воспалительных изменений ликворы и стойкая очагово-неврологической симптоматики. Очагово-неврологическая симптоматика это стойкие нарушения со стороны черепных нервов, развитие парезов, очаговые судороги, нарушение речи и другие неврологические дефициты. Эти неврологические дефициты связаны не с очаговым воспалением тканей головного мозга, а с перенесенным отеком головного мозга, с нарушениями церебральными, цереброраскулярными, то есть это на фоне менингита инсульты, по сути, связанные с нарушениями диалогические слои с кровью с тронкозами. Клинические критерии диагностики менингококковой инфекции по российским рекомендациям опорные диагностические признаки, характерный эпиданаммез. Характерный эпиданаммез сложно сказать, что является характерным эпиданаммезом за 30 лет работы ни одного больного с менингококковым менингитом либо же с менингококковым сепсисом не видел, который бы сказал о том, что у него был контакт с больным менингококковой инфекцией. Вся заболеваемость спорадическая. Условно к характерному эпиданаммезу можно отнести пребывание в регионах неблагополучных по менингококковой инфекцией в сроке инкубационного периода. То есть 10 дней до развития заболевания пациенту была либо поездка в Санкт-Петербургскую Аравию Хадж, то есть конкретно мягкий рассадник менингококковой инфекционного Либо в страны тропической Африки, так называемый тропический менингококковый пояс. Это страны тропической Африки. Так что с эпидонамнезом для менингококковой инфекции, когда ставить диагноз менингококковый на азофринге, конечно, имеет значение. Имеет значение для эпидемиологов, но не для врачей-вечебников. Далее критерия диагностики менингококковой инфекции. Острое начало с развитием характерных симптомов. То есть первые сутки геморрагической сыпли и первые сутки менингококковой инфекции. К критериям относятся общий инфекционный синдром, синдром назофрингита, синдром поражения оболочек головного мозга, синдром менингенцефалита, синдром экзантемы. В виде таблиц характеристика этих признаков представлена в российских рекомендациях. Признак общий инфекционный синдром начинается внезапно с высокой подъемной температуры до 39-40 градусов и выше, появление ознобы, голодная боль, вялость, рвоты, возможно мышечные суставные боли. Давайте еще раз подчеркнем, характерные мышечные боли. Синдром назофрингита. Назофрингит клинически проявляется с заложенностью носа, першением в горле, гиперемией отечностью задней стенки глотки, с гипертрофией лимфовидных образований на ней, отечность боковых валиков, небольшое количество слесен, гиперемия с цинотичным оттенком. Менингиальный синдром. Сочетание общей мозговой симптоматики, проявляющейся нарушением сознания и поведения, и, собственно, менингиальных симптомов. Раздражение оболочек за счет гиперпродукции ликвера. Основная жалоба – сильная головная боль развитого характера в области лба, затылка, которая быстро усиливается, становится нестерпимой. Характерно-повторная рвота без предшествующей тошноты, как правило, не связанная с пирмой пищей, не приносящая облегчение. Общая гиперэстезия, светобоязнь, при осмотре ригидность затылочных мышц, возможно, симптомы Кернига-Брутинского. У грудных детей напряженность рыбничка, бубухание, усиление пульсации. При выраженной внутричерепной гипертензии для больных менингитом, для куховым характером, так называемая менингиальная коза. На боку запрокинутая назад голова, ноги переведены к животу. Синдром Менинга-Энцефалита. В клинической картине преобладают общемозговые проявления, нарушения сознания, двигательные возбуждения, в сочетании с очаговой нервологической симптоматикой и судорожным синдромом. Синдром Экзантена. Характеристика по нашим клиническим рекомендациям в виде появления на коже через несколько часов от начала заболевания геморрагической сыпи различной величины и формы. Еще раз, когда будете работать со своими коллегами, наверняка приходится проводить учебу, в том числе по менингококковой инфекции, подчеркиваете, что сыпь появляется через несколько часов от начала заболевания, что критично первые сутки болезни, для того, чтобы вовремя диагностировать, вовремя начать лечение. Итак, через несколько часов от начала заболевания геморрагическая сыпь различной величины и формы, от мелкоточных петляхи до обширных кровоизлияний. Наиболее типичен геморрагическая сыпь в виде элементов неправильной формы, плотных на ощупь, выступающих над уровнем кожи. Количество элементов сыпи от единичных до покрывающих сплошь всю поверхность тела. Безусловно, по количеству сыпи, по гнастическому благоприятным признакам 50 и более элементов высыпания. Тоже такая студенческая формировка до 50 элементов. Лечение будет протекать, то есть лечение будет эффективным. Более 50 элементов сыпи в терапию может касаться неэффективной. Нередко геморрагическая сыпь сочетается с разоолезной или разоолезно-пускопулезной, которая может предшествовать появлению геморрагии. Чаще всего сыпь локализуется на ягодицы, задней поверхности бедер и голени, в ветках и склерах, реже на лице. Реже на лице. Лице обычно при тяжелых формах болезни. Обратное развитие сыпи зависит от ее характера и обширности поражения кожи. А крупные элементы сыпи часто дают некрозы с последующим отторжением некректированных участков формированием рубцов. Редкие симптомы мегагоговой инфекции. Поражение суставов. Артрит. Артрит либо полиартрит. Сирозные. Наиболее часто поражаются пясно-фаланговые, межфаланговые суставы кисти. Реже крупные суставы. Больные жалуются на боль, ограничение движений. Возможно гиперемия кожи над ними. Возможно флюктурация. Увеличение объема. Отеки гиперемии в области суставов исчисляют при лечении в течение 2-4 дней. Боль сохраняется 3-6 дней. Восстанавливается функция суставов полностью при мегагоговой инфекции. Иридоциклик. Синдром воспаления сосудистой оболочки глаза при мегагоговой инфекции. В результате бактериальной эмболии в сосуде сетчатки образуется воспалительный очаг с удренозной гнойной инфильтрацией в стекловидном теле. Первый признак иридоциклиды – быстрое снижение остроты зрения, которое за сутки может дойти до полной слепоты. Радужка шарообразно увеличена вперед, передняя камера мелкая, зрачок сушен, иногда неправильной формы. Радужная оболочка приобретает душевый цвет, внутриглазное давление понижено. Далее может развиться атрофия с уменьшением размера глазного яблока. В редких случаях генерализованный панофтермит гной не развивается, с некротическим распадом глаза. Иридоциклид почти всегда приводит к скрипоте, только для ранней, интенсивной. Здесь обратились, опять же, к старой нашей литературе. И в 2015 году пишут, и только при ранней интенсивной пенициллинотерапии зрение удается сохранить. Без разницы, пенициллин, цертреаксон, ампициллин, хлорамфинекол, карбопинем, лишь бы антибактериальная терапия была назначена как можно раньше. Иридоциклид. Также, как и артриты, они чаще вызываются у больных ненегрицемии, но в редких случаях может быть изолированы. Тяжесть. Критерии тяжести. Критерии тяжести, определенные в протоколе российском по ведению менингококковой инфекции. Тяжесть менингококковой менингита определяется выраженностью внутричерепной гипертензии и системной воспалительной реакции. При развитии отека головного мозга, при развитии внутричерепных осложнений здесь конкретно говорится внутричерепные осложнения, инфаркт головного мозга, инсульт, вентрикулит, субдуральный выпад, абсцесс, импиема, то есть наглядительные осложнения. Эти осложнения, они и расцениваются как форма менинга-энцефалитической. При септическом шоке, ДВС-синдроме, синдроме полиорганной недостаточности, заболевание расценивается как тяжелое. При отсутствии этих осложнений, заболевание расценивается как средней степени тяжести. Условно можно сказать, что если не было угнетения сознания, средне-тяжелый менингит, если было нарушение сознания, тем более другие осложнения, менингит, тяжелая степень тяжести. Цитоз не является определяющим фактором тяжести менингита, так как выраженность цитоза зависит от сроков проведения лимбальной пункции и от того, проводилась ли лимбальная пункция на фоне интеллектуальной терапии или до ее начала. Здесь, обратите внимание, при тяжелых формах осложненных развитием отека головного мозга проведения лимбальной пункции только после стабилизации состояния пациента на вторые-третьи сутки. По международным рекомендациям гораздо шире представлено противопоказание проведения лимбальной пункции и в целом считается, что если у пациента с клиникой менингита одновременно определяется геморрагическая сыпь, то есть типичное сочетанное течение менингит, менингоперцемия, а диагностическую пункцию вообще нет необходимости делать. Здесь также вот здесь немножко не так написано при тяжелых смешанных формах менингококковой инфекции имеется в виду сочетание коэтоцемии с менингитом написано при тяжелых и при средне-тяжелых и при легких. Если уже видно этиология по геморрагической сыпи и ригидности затылочных мышц, понятно, что это менингит. Нет необходимости коммунитировать. К неблагоприятным факторам относятся наличие бактерий при микроскопии при низком цитозе, повышение уровня белка более 2 грамм на литр и снижение сахара менее 2 грамм на литр. Не обратно внимания к подготовке лекции, но снижение сахара коэффициент 0,4 и ниже это обычный бактериальный минимум это никакой не признак более тяжелого течения, это просто признак бактериальный менингит. И сахар менее 2 грамм на литр тоже просто признак бактериального либо литкового менингита. Тяжесть менингококкового сепсия, тяжесть менингококцемии по нашим рекомендациям зависит от высшенности симптомов интоксикации, величины распространенности характера сыпи, в том числе величины некрозов и наличие осложнений. Менингококцемия легкой степени, редкая, состояние 3-5%, легкая степень устанавливается, это умеренно выраженная интоксикация, сыпь представлена разоволами, геморрагии единичные, которые бесчестно исчезают к третьему дню болезни. Среднетяжелая форма, менингококцемия, 40-60%, выраженный общеинфекционный синдром, но без осложнений. Элементы геморрагической сыпи различной формы величины, возможен поверхностный некроз в центре. Для тяжелых форм, тоже будете работать с химическими рекомендациями, нет такого понятия септические формы, менингококцемия, потому что это по определению сепсис. Для тяжелых и молниеносных форм. На тяжелой форме менингококцемия, она, в принципе, протекает молниеносно. Характерно развитие специфических осложнений, перечисляют к специфическим септический шок, ДВС-синдром, отек головного мозга, острая почечная недостаточность, синдром полиоргана недостаточности, кордиты, артриты и неспецифических пневмонии. В принципе, пневмония это проявление менингококковой инфекции, это менингококковая пневмония. Поле наэропортия, критические состояния оценивают как неспецифические осложнения. Тоже не совсем ясно, почему здесь критические состояния, чем отек головного мозга и почечная недостаточность, полиорганная недостаточность не является критическим осложнением. Сыпь при тяжелых формах, как правило, изначально носит геморрагический характер, распространяется в первые часы на лицо, верхнюю часть туловища. В ряде случаев обширное кровоизлияние на коже с глубокими некрозами, после оторшения которых образуются язвы, заживающие с формированием грубых рубцов, а в тяжелых случаях развитием сухой гангрены, пальцев, ушных раковин, носа. Критерии лабораторного подтверждения диагноза. По российской рекомендации, диагноз менингококковой инфекции устанавливается при наличии клинических проявлений менингококковой инфекции, с выделением культуры менингококки при посеве крови, ликвара, либо носоглоточной слизи, или при обнарушении ДНК, бактериальным методом ПЦР в крови или церково-спинальной жидкости, или реакцией латексоглютинации. Если посев и ПЦР-диагностика это высокоспецифичные методы диагностики, латексоглютинация дает очень большой процент ложноположительных, ложноположительных результатов. И я знаю, что около 10 последних лет за рубежом не рекомендует пользоваться реакцией латексоглютинации для диагностики бактериальных менингитов. То есть нельзя с уверенностью сказать, что это пневмококковые, менингококковые, гемофильные, листериозные менингит, стафилококковые менингит по реакциям латексоглютинации. При отрицательных результатах этиологического обследования диагноз может быть установлен клинически по характерным клинико-лабораторным проявлениям. Острые начала, проявление синдрома системной воспалительной реакции, геморрагическая сыпь, воспалительные изменения в полном анализе крови, повышение уровня ЦРБ и прокальцитаминового теста. Прокальцитаминовый тест 2 пикограмма на литр. Вообще, прокальцитаминовый тест обычную дается единица в нанограммах на миллилитр. И полуколичественные и количественно оценивается на нанограммах на миллилитр. В большинстве случаев применяется полуколичественный тест прокальцитаминовый. Четыре показателя и самые высокие это 10 нанограмм на миллилитр. До 0,5, до 2, от 2 до 4 и самые максимальные 10 нанограмм и более. При количественном определении больных менингококковой инфекцией обычно содержание прокальцитаминов составляет более 100 нанограмм на миллилитр. В общем, не совсем понятно, что за величины здесь представлены. Но повышенный прокальцитамин. Для менингококковых менингитов характерен нейтрофильный цитоз более 1 тысячи клеток в микролитре. повышение уровня белка и гипертензия. Невысокий цитоз встречается у пациентов с иммунодефицитными состояниями со сниженной реактивностью у недоношенных детей. При этом у них в литр. определяется при микроскопии большое количество бактерий. Окраска по граммам. Грамм положительные ого грамм отрицательные корки диплококи. Диагноз менингококкового менингита может быть установлен только по результатам анализа ликвора. только по результатам исследования ликвора при выявлении плеоцитоза в сочетании с бактериологическим подтверждением либо с ПЦР-подтверждением. Грамма отрицательная. Открою сразу слайд. Будет дальше. Обычная окраска ликвора если окрашивают по граммам. Очень сложно в нашей лаборатории убедить необходимости исследования птологического материала с окраской по граммам. Просто традиционно в России не принято микроскопию с окраской по граммам. Мокроты, осадка мочи, ликворы дной для иного редко делают. оговорены нашими рекомендациями показания противопоказания к проведению люмбальной функции. Диагностическая люмбальная функция должна проводиться всем больным с подозрением на менингит при отсутствии противопоказаний. И перечисляются противопоказания. Нарушение уровня сознания по шкале комы глаз менее 9 баллов или же плавающее сознание. Относительная брадикардия и гипертензия это признаки отека головного мозга то что называют феномен Кушинга когда присоединяется дислокации там триада Кушинга далее противопоказана при очагово-неврологической симптоматике при сутрышнем синдроме при нестабильной гемодинамике неадекватной реакции зрачков при септическом шоке при прогрессирующей геморрагической сыпи вообще при наличии геморрагической сыпи не надо фрунтировать при нарушении демостаза уровня тромбоцитов менее 100 в одном микролитре пациентов получающих по какой-то другой причине антикоргулянтную терапию при локальной инфекции кожей миофиткани в зоне проведения пункции при дыхательной недостаточности гембальная пункция должна проводиться только при стабилизации состояния пациента представлены в наших рекомендациях изменения ликвара в зависимости от тяжести течения болезни можно не останавливаться на этих критериях лактат измерения лактата даже в крови измерения лактата крайне редко проводят в ликваре определение лактата вряд ли в ваших учреждениях лаборатории выполняют это исследование лабораторные показатели характеризующие неблагоприятные признаки течения болезни перечисляются перечисляются посмотрите на слайды далее в наших рекомендациях представлены методы инструментальной диагностики из всех этих методов наиболее значима это визуализация то есть любое нарушение сознания у пациента любой очаговый нервологический дефицит просто требуется требуется проведение томографии головного мозга критерия идиотропной диагностики приведены самое существенное что появилось в 15-м году это лечение лечение ламинго-кокковой инфекции начиная с докоспитального этапа очень очень долго очень долго придерживались представления о том что терапия ленинго-кокковой инфекции особенно пациент находящийся в состоянии шока должна начинаться с применения левомицитина хвора финикула утверждаю то что препарат характеризуется бактериостатическим действием это представление появилось в 70-е годы подкреплено было многочисленными исследованиями российскими в то же время когда на Советском Союзе подтверждали что левомицитин патриостатический что левомицитин лучше пенициллина в то же самое время за рубежом теми же исследованиями было доказано что левомицитин ничем не лучше пенициллина ничем не лучше цепалоспоринов что левомицитин так же есть особенность он в целом бактериостатический антибиотик но на менингокок он действует бактерицидные. Леомицетин, хуором, финикол такой же бактерицидный эффект дает, как и пенициллин на менингокок. Почему? Останавливаясь на этом, очень много было случаев, когда антибактериальную терапию не начинали на догоспитальном этапе, даже при госпитализации в стационар, только потому, что под рукой не было леомицетина. Потому что в наших учебниках, в наших руководствах на цифровых специализация, повышение квалификации, многократно говорилось о том, что первым антибиотиком должен быть пиомицетин. Нет. Второе, от чего наконец-то отошли, от необходимости применения кортикостроенных препаратов как основного способа лечения больного, находящегося в состоянии шока. Так вот, 15-й год. Рекомендации российские. Алгоритм, амбулаторные условия на этапе первичной медицинской помощи, скорой медицинской помощи. Терапия оказывается с применением и теотропных, патрионетических и симптоматических лекарственных средств. Догоспитальное введение антибиотиков назначается при веских подозрениях на менингококковую и теорологию. И перечисляет веские подозрения. Острое начало болезни, сочетание симптомов синдрома системно-воспалительной реакции. Вообще, синдром системно-воспалительной реакции, знаете, четыре критерия это они здесь не представлены в полной. Это лихорадка выше 38 либо ниже 36 смешания температуры тела. Первый критерий температуры тела. Второй критерий тахикаргия для взрослых более 90 в минуту для детей возрастной нормы. Тахипноя для взрослых более 20 в минуту. И четвертый критерий синдрома системно-воспалительной реакции это либо лейкоцитоз больше 12 либо лейкопеней ниже 4000 либо сдвиг формулы влево 10% незрелых нейтрофилов. Ну, такие изменения острое начало симптомы синдрома системно-воспалительной реакции они при большинстве инфекционных заболеваний. А вот следующее более важное наличие неисчезающих при надавливании геморрагической сыпи. То есть не бледнеющая геморрагическая сыпь. Итого догоспитальное ведение антибиотиков пациента с высокой лихорадкой тахикардия тахипноя и геморрагической сыпи не бледнеющей при надавливании. Антибиотики вводятся только парантеральны. Водятся только парантеральны. При подозрении на менингококковую теорубию антибиотик вводится только при наличии сосудистого доступа имеется в виду с установленным интерьерным доступом в связи с высоким риском развития острые почечника недостаточности с падением гермодинамики. При невозможности катализации периферического сосуда может быть использован внутрикостный доступ. В международных рекомендациях там просто доступ либо внутривянный либо внутрикостный. То есть от врача требует обязательно установить доступ для инфлюзионной терапии. На догоспитальном этапе предпочтительнее введение цехлоспоринов третьего поколения. В разовых дозах цепатоксин 50 миллиграмм на килограмм цехтриаксон от 50 до 75 миллиграмм на килограмм цехлоспорина третьего поколения предпочтительнее чем бензил пенициллин. Пенициллин сейчас его и не так-то просто найти. По той причине что в регионах где нет обязательно вакцинация от гемофильной инфекции в России обязательно вакцинации от гемофильной инфекции нет. Геморрагическая сыпь может быть проявлением не только менингококковой инфекции но и заболевания вызванных гемофильной инфекции пенициллина резистентная у нас все еще лежит реанимация ребенок трехлетний ребенок типичная клиника менингококковой инфекции госпитализирован высох из крови гемофильной инфекции тип B если бы лечили как рекомендует лечить пенициллином или аминцетином заболевание бы прогрессировало но поскольку сейчас стараются все септические состояния лечить церковоспоринами третьего поколения по меньшей мере на цифре аксоне он быстро поправляется кстати такое флуминантное течение молниеносное течение флуминантное пурпуро кроме менингококка кроме гемофилиз например может быть при любой и грамм положительной и грамм отрицательной бактериальной флуминантной у пациентов со сплени либо функциональная либо анатомическое отсутствие селезенки при указании на тяжелые аллергические реакции на беталоктан на антибиотики допустимо введение хлором финиколы надо пользоваться международным непритентованным названием хлором финикол традиционно говорим левомицетин а дозировка хлором финиколы разовая 25 мг кг так введение антибиотика это аллергия в аллергия пенициллина цеплоспорина карбокинема в этом случае левомицетин важная важная деталь введение антибиотика не должно быть причиной отсроченной госпитализации пациента то есть важнее как можно быстро доставить пациента и конкретно указывается что при быстрой транспортировке при быстрой госпитализации до 40 минут а если больной будет доставлен невозможность проведения инфузионной терапии интенсивной то есть нет возможности установить сосудистый доступ не смогли для внутрикосного доступа нет оборудования этой дрели в этом случае больного надо как можно быстрее в стационар без введения антибиотика в том случае если септический шок установка сосудистого доступа и паранитеральное введение антибиотика транспортировка в стационар это для пациентов без септического шока без отека мозга если септический шок если отек мозга уже на время первичного осмотра отмечаются там терапия должна проводиться должна проводиться с первых минут так септический шок должен быть заподозрен для взрослых очень просто септический шок это систолическое давление ниже 90 либо среднее ниже 70 сохраняющиеся после инфузионной терапии для детей артериальная гипотензия не всегда фиксируется у детей поэтому для детей септический шок должен быть заподозрен при гипотермии меже 36 или гипотермии выше 38 с половиной при тахикардии при тахипноя при нарушении уровня сознания необычная вялость безразличие сомливость сопр кома либо же доверезное состояние возбуждение психомоторное при снижении диуреза менее одного миллилитра на килограмм невнимательные пишут во-первых снижение диуреза не один миллилитр а пол миллилитра на килограмм веса во-вторых не в минуту а в час снижение диуреза менее 0,5 миллилитра на килограмм веса в час признаки нарушения микроциркуляции изменение цвета кожи и изменение времени капиллярного наполнения где-то пишут симптом белого пятна где-то время капиллярного наполнения капиллярное наполнение это общепринятый термин международный для ненгопокковой инфекции характерно развитие холодного шока еще для грамм отрицательных инфекций характерный холодный шок бледная кожная покрова холодная и подчеркивается что в отличие от взрослых артериальная гипотензия у детей является поздним признаком септического шока при признаках септического шока у больного рекомендуется вызов на дом бригада интенсивной терапии которая начинает реанимационные мероприятия на доме продолжая их при транспортировке в стационар и вот эти реанимационные мероприятия я чуть позже к самой схеме пили еду эта лекция будет более продолжительная короче получится следующая лекция по вашей программе так что вы меня простите требования к лечению в амбулаторных условиях при явлениях септического шока терапия должна начинаться с момента постановки диагноза до госпитального периода порядок касания помощи первые пять минут то есть врач прибыл к центру врач осмотрит пациента больного ребенка первые пять минут должна быть проведена оценка уровня сознания оценка микроциркуляции то есть симптом белого пятна должна быть оценена проходим из дыхательных путей обеспечена ингаляцией кислорода на счет стопроцентного это с древней написали не надо стопроцентное достаточно 70% кислорода через маску со скоростью 10-15 литров в минуту следующие 5-10 минут обеспечение сосудистого доступа на госпитальном этапе при затруднении постановки периферического веносного катетера необходимо обеспечить внутрикосное ведение растворов и начало инфузии инфузия болюсное струйное ведение физиологического раствора диссировка для детей 20 миллилитров на килограмм разовые дозы вводятся за 5-10 минут 20 миллилитров на килограмм для 10-килограммов ребенка получается 200 миллилитров 200 миллилитров за 5-10 минут следующие 10-15 минут ведения пациента повторное струйное ведение физраствора либо 5-ти процентного раствора человеческого альбумина вряд ли до госпитального этапа будет альбумин человеческий партурное ведение физраствора всего допускается 3 струйных ведения в дозе по 20 миллилитров на килограмм каждую то есть на до госпитальном этапе может быть введено 60 миллилитров на килограмм физраствора внутривенно либо внутрикостно для детей для взрослых для взрослых более стандартный подход требуется в течение первого часа 30 миллилитров на килограмм веса из них за первые полчаса лечения не менее одного литра внутривенно физраствора это то что по тексту в наших рекомендациях по тексту порядок оказания помощи при септическом шоке надо госпитальном этапе не указывается не указывается ни лазопрессора не указывается ни кортикостероиды хотя после двух введений болезненно струйных то есть после 40 миллилитров на килограмм веса введения ребенку после литра физраствора введения взрослому если это реанимационная бригада скорой медицинской помощи они должны подключать к терапии для взрослых норадреналин для детей для хромин или адреналин вторая ситуация больной с отеком мозга отек головного мозга с признаками вот здесь триады гушинга признаки дислокации нарушение сознания 9-10 баллов по шкале глазга ненормальная двигательная реакция на раздражение патологической позы нарушение реакции зрачков на свет сочетание артериальной гипертензии бродикардии нарушение ритма дыхания триада кушинга судорожный статус очагово-неврологическая симптоматика в этом случае по нашим клиническим рекомендациям надо госпитальным этапом обеспечении проходимости дыхательных путей кислород через маску купирование гипертермического состояния если оно есть применение диуретиков форосимид 1-2 миллиграмма на килограмм веса для детей при развитии сутры при судорожном синдроме реланиум диазепан доза 1,1-1,15 миллиграмма на килограмм при отсутствии эффекта эффекта повторяется через 5 минут повторно и все тоже все что написано по нашим рекомендациям а вот дальше по тексту дальше по тексту в клинической рекомендациях российских представлены таблицы которые были в 2010 году в британских в британских рекомендациях введения больных с менингококковой инфекцией кепцемией и бактериальной аменингитами обратите внимание на эти графики порядок мероприятий в стационаре при госпитализации больного с подозрением на генерализованную менингококковую инфекцию три варианта там стабильная гемодинамика больной с шоком и больной с менингитом при стабильной гемодинамике в любом случае госпитализация выделения интенсивной терапии оценка дыхания оценка гемодинамики оценка уровня сознания обеспечения сосудистого доступа больной должен поступить с установленным сосудистым внутривенным катетером или внутрикосным при подозрении на менингит положение в постели с возвышенным до 30 градусов положением головы тоже неправильно написано возвышенным до 30 градусов правильно возвышенным не менее 30 градусов головной конец постели должен быть не менее 30 градусов приподнятые, то есть это основной такой стандарт ведения больных с симптомами отека головного мозга. Исследование крови. Исследование крови. Газы артериальной крови, кислотно-челочной состав, лактат, глюкоза, милаза, мочевин, гриотинин. Вообще биохимическая панель, она стандартная для всех отделений интенсивной терапии при поступлении пациентов набор биохимический стандартный. Посев крови. Желательно из двух сосудистых доступов. ПЦР крови. Нейсерия минингитидис, стриптококк, пневмония и гемофилис инфлюенции типа БЭР. Мазки крови для окраски по граммам. Вообще в мазке крови увидеть бактерии очень сложно. Очень редко обнаруживается в крови, даже при высшемной бактериемии. Но красит натрий. Мазок крови, окраска по граммам, может быть грамотлицательные бактерии, гиплококки, обнаружатся в лейкоциты. Так, посев носков из носоглотки. Вообще исследование из носоглотки, посев на менингокок, тоже надо оценивать с осторожностью. Положительный результат на менингокок может оказаться у пациента со стриптококком, стриптококковым сепсисом. Много-много чего лишнего здесь включили. Вот начало антибактериальной терапии сразу после забора крови для антибиологического исследования. Просто конкретно, в оригинальном документе написано, что антибактериальная терапия должна быть начата не позднее 60 минут, не позднее одного часа с момента обращения пациента, с момента первого осмотра, первых минут осмотра пациента врачом. Длительность антибактериальной терапии – 5-7 суток. Вообще стандарт лечения менингококковой инфекции – 7 дней. Вторая таблица, представленная. Я, наверное, эту таблицу и оставшийся материал доложу вам в ходе второй лекции.